всем привет вот мой веночек подошел к завершению это еще конечно же не финал здесь еще нужно пришить бисеринки нужно ягодки вот сюда пришить но прежде чем пришивать бисер и ягодки работу я постирала и сейчас буду ее гладить бисеринки и ягодки буду уже пришивать на полностью готовы отглаженную работу как видите бэк я уже сделала вот здесь такие еще веревочки это в 3 нити скрученная нить но сейчас когда я поглажу все это расправится и когда будет натягиваться багетной мастерской все это расправиться вот эти хорошо нужно кисточки тоже разгладить чтобы они не торчали в разные стороны в общем я вам почему решила показать сейчас не отглаженную работу я хочу рассказать как я работу глажу но у меня есть уже ролик такой на канале но я его снимала давно просмотров на ролике мало и когда у меня во влоге был фрагмент где я гладила вышивку мне написал мне написали почему я глажу вышивку с лицевой стороны но я не знаю какой у вас утюг у меня в принципе у меня в принципе утюг неплохой вот такое здесь покрытие хотя это утюг очень очень старый но он не оставляет следов начинаю конечно же я гладить с изнаночной стороны вот смотрите какая у меня изнанка заодно могу показать изнанку но здесь очень часто и смена нити прям по несколько крестиков и нить меняется поэтому в принципе при таком количестве цветов такая изнанка я считаю нормально хотя конечно же к узелочки есть но когда я делаю бэк бэк в одну нить делается и бэк в одну нить в общем я когда закрепляю я несколько раз завязываю узелок чтобы бэк не распустился когда в две нити там еще проще а когда в одну нить то обязательно нужно ее хорошо закрепить в общем сейчас я буду гладить с изнаночной стороны а потом переверну и вот эти края буду гладить с лицевой стороны не всегда они хорошо отглаживаются с изнаночной и знаете что я заметила мне очень нравится как выглядят крестики когда я их проглаживаю с лицевой стороны да это делать не рекомендуется нужно вниз лицом на полотенце махровым гладить чтобы крестики не потеряли объем но давным-давно еще года три назад я видела такой совет не помню уже видео это было или где-то на форуме видела после того как мы гладим вышивку нужно взять вот такую губку новую которую мы моем посуду видите она очень такая шершавая и вот так вот пройтись по крестикам они расчесываются и они не выглядят плоскими совершенно потом еще писали мне что от утюга может быть блеск да если вы гладите брюки шерстяные или костюм шерстяной то конечно же там будет блеск если синтетические нитки гладить возможно они изменят свой цвет при нагревании но я вышиваю хлопковыми нитками и в моем случае никогда не было никакого блеска эти работы я носила на встречу с рукодельницами и сравнивал я специально сравнивала свои работы с работами других мастериц и я хочу сказать что мои вышивки абсолютно ничем не отличаются я не знаю каким образом утюг может испортить вышивку но я три года уже это делаю и никто никогда не замечал что я глажу вышивку с лицевой стороны специально я даже сравнивала ну вот сейчас я проглажу и покажу вам еще и специально взяла полотенце махровое для примера вот смотрите мы гладим махровое полотенце видите ворс примялся теперь мы берем губки расчесываем вот видите что происходит вот смотрите еще раз на примере видите вот здесь приглаженный ворс теперь берем и поднимаем вот то же самое происходит с ниточками абсолютно ворс не будет примяты то есть крестики будут отглажены но при этом весь ворс мы можем поднять вот я сейчас погладила с изнанки и хочу погладить с лицевой стороны я конечно же не ручаюсь за ваш утюг я не знаю как поведет себя ваш утюг но вот смотрите я глажу совершенно нет никакого блеска абсолютно и нитки не меняют свой цвет то есть как они были матовые такие ну в меру до блестящие такие они и остались я совершенно я совершенно не вижу никакой разницы губкой в одну сторону желательно проходить вот так же как вот на полотенце до ворс примялся вот если мы в эту сторону гладим ворс не поднимается если в эту сторону то вот как видите он поднимается тоже самое слышу так вот эти ниточки конечно мне стоило бы натянуть посильнее очень большая протяжка но получается что они висят на нитке если я ее еще где-то закреплю то это будет видно я просто подтяну сейчас ниточку принципе когда я делаю бэк стич я не делаю длинных стежков максимум где-то три клеточки здесь получается что большая получается что большая протяжка и нужно будет ее подтянуть хотя в принципе будет еще натягиваться работа но я посмотрю когда бисеринки пришью я натяну ее и посмотрю из-за того что вышивка идет по кругу мне кажется что веночек немножечко стянул канву когда полная зашивка ли когда разбросан рисунок вроде не так но сейчас я руками еще потяну потяну руками в тех местах где выше то нет в принципе все нормально это если так прям приглядываться придираться вообще веночек обалденный веночек обалденный и мне осталось сделать ягодки вообще хочется вышить работу и видеть уже ее завершенной я очень люблю разные техники но в последнее время мне лень эти разные техники выполнять мне хочется вышивку просто вышивать в две нити вообще этот венок можно разглядывать бесконечно так же как и первый веночек венок изобилия это этот венок плодородия тот венок изобилия здесь столько всяких деталей столько цветочков пчелки гнездо вот в этом гнездышке много бэка здесь будут ягодки крыжовник яблочки яблочки просто как натуральный вот этот фрагмент яблочек можно прям взять куда-то в отдельные в отдельную картину вот без этого вот так вот взять яблочки вышить на баночку даже дай крышечку я каждый раз пытаюсь примастить что-то на баночку с крышечкой но прям можно вот отдельным фрагментом куда-то вышить классно вот такой шикарный получился меня веночек как я завершу этот веночек я покажу вам следующем видео сегодня мне хотелось показать как я глажу свою вышивку спасибо большое за просмотр всем желаю удачи с вами была инесса пока пока